Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Миляша Хакимова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ участвует в разработке системы навигации на Луне. Эконефть ставит новые задачи. В Елабужском институте КФУ прошел День российской науки. К 2020 году специалистам стратегической академической единицы Эконефть КФУ удалось формировать междисциплинарный научно-исследовательский кластер, осуществить транспорт технологий, разработать проживные технологии для нефтегазовой отрасли, расширить сотрудничество и открыть уникальные образовательные программы. Подробнее о достижениях структуры в нашем сюжете. КФУ активно развивает одно из своих приоритетных направлений – эко-нефть, занимающаяся развитием нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, энергетики и исследований изменения климата. Данная структура активно ведет свою работу с 2016 года. Куратором стратегической академической единицы является ректор КФУ Ильшат Гафуров. Вовлечение результатов научно-технических исследований в деятельность предприятий реального сектора экономики служит одной из ключевых задач нефтегазового направления ВУЗа. Например, САЕ занимается разработкой дешевых производств катализаторов, направленных на увеличение качества нефтедобычи. По нашим проектам были созданы два завода, которые производят более 5000 тонн этих катализаторов. И некоторые из этих процессов на компании «Нежинкомнефтехим» полностью покрыты нашими отечественными катализаторами. Международное сотрудничество – одно из ключевых направлений, которое развивается в рамках стратегической академической единицы «Эко-нефть». Ученые КФУ сотрудничают на основе долгосрочных договоров со многими высшими учебными заведениями и другими научными учреждениями из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2019 году число партнеров САЕ «Эко-нефть» пополнилось ведущими нефтегазовыми компаниями Индии и Германии. Также довольно успешно развивается партнерская деятельность с «Аманом». Ежегодное увеличение количества публикаций в изданиях, индексируемых в базе научных данных «Скопус» и «Веб оф Сайенс», свидетельствует о росте международного авторитета. К 2020 году по количеству и уровню публикаций КФУ вышел на первое место в Европе в направлении «Сырая нефть». Если сравнивать сегодняшнее состояние САЕ с 2016 годом, то количество статей, которые мы публикуем, выросло более чем 10 раз. Сегодня наши ученые публикуют более 600 статей. За 2018 год опубликовали журналы, которые входят в международный баз данных «Веб оф Сайенс» и «Скопус». Ключевым проектом в области образования стало открытие программы двойных дипломов «Петролиум инжиниринг». Данная магистрская программа была разработана благодаря инициативе крупнейших мировых нефтегазовых компаний «БП» и «Роснефть». Ее реализация ведется совместно с двумя университетами – Имперским колледжем Лондона и Казанским федеральным университетом. Магистратура направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, обладающих компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации проектов на территории России и за рубежом. «Если говорить о образовании, то мы, во-первых, готовим специалистов для нефтегазовой отрасли, для разведки, добычи, транспортировки, нефтепереработки и производства каких-то экологичных функциональных материалов из этого сырья. Как в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации было показано, целое направление, из семи направлений посвящено этому делу. И в этом направлении мы работаем». Кроме этого, одним из серьезных шагов 2019 года стало начало совместной работы с компаниями «Транснефть» и «Новотек». Активно продолжают развиваться проекты с крупными компаниями «Татнефть», «Зарубежнефть», «Лукоил», «Газпром», «Газпромнефть», «Таиф», малыми нефтяными компаниями «Татарстана» и так далее. Камиль Гемоздинов, «Универньюз». В настоящий момент в России разрабатывается уникальная система навигации на Луне. Казанский Федеральный Университет принял участие в новой разработке. Подробности в сюжете. Казанский Федеральный Университет активно участвует в исследованиях, направленных на реализацию космических программ нашей страны. Одним из приоритетных направлений на данный момент является создание лунной навигационной системы. Работа над навигационным обеспечением продолжается уже не первое десятилетие. Результатом работы будет возможность построить навигацию около Луны таким образом, чтобы координаты спутника и координаты на Луне были известны с максимальной точностью и скоростью. В настоящее время эллипс при лунении, то есть посадка, составляет 13 умноженные на 9 километров. Но ученые практически добились точности в нескольких десятках метров. Тем не менее, сейчас ставится совсем другая задача. Мы вот только что, вот сейчас начали опять работать с Роскосмосом, увеличить точность до 10 метров. Такая точность, она возможно, достижение такой точности возможно, если мы установим на Луне так называемые оптические лазерные маяки. Разработкой оптических лазерных маяков занимается научно-производственное объединение имени Семена Лавочкина в Москве. К маякам привязывается космический корабль. В результате при лунении космического модуля будет производиться с точностью до 10 метров. В настоящий момент ученые Казанского федерального университета занимаются разработкой математической модели нового устройства. В научных исследованиях участвуют ученые Института физики Казанского федерального университета. Профессор Юрий Нефедев, старший научный сотрудник Натальи Петрова, профессор Леонид Нефедев, а также аспиранты Загидульна Артур и Андреев Алексей, обладатели множества молодежных грантов. Диана Шеленкова, Фарид Захид Углы, Универт Ньюс. 8 февраля – это День российской науки. Ежегодно его отмечают вузы нашей страны. К акции присоединился Елабужский институт Казанского федерального университета. Подробности в сюжете. Преподаватели и студенты Елабужского института Казанского федерального университета отметили День российской науки. На праздник были приглашены жители города. Гости вуза смогли посетить образовательные площадки, современные лаборатории, интерактивные лекции. Профессор, доктор филологических наук Дания Салимова рассказал об особенностях писательского мастерства Льва Толстого. Также прошел мастер-класс по изготовлению средневековой глиняной посуды. День науки прошел очень насыщенно в самых разных направлениях. Гости познакомились с философией, механизмом работы высокотехнических производств и узнали об особенностях китайского письма и счета. Посещать научную лабораторию института можно регулярно. День науки – лишь одна из множества других научно-просветительских акций, проводимых вузом в течение всего года. Диана Желенкова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. В 2020 году человечество сможет наблюдать захватывающие астрономические события, происходящие в нашей Солнечной системе и за ее пределами. Но многие астрономические явления недоступны человеческому глазу. Именно поэтому в 2014 году Казанский Федеральный Университет совместно с компанией «Параллакс» и учеными специальной астрофизической обсерватории Российской Академии Наук создали уникальный многоканальный мониторинговый телескоп, о преимуществах которого вы узнаете в следующем сюжете. У нас есть новый телескоп, который мы установили на Северном Кавказе рядом с специальной астрофизической обсерваторией. Значит, он имеет такое название «мини-мега-торторо». Вообще говоря, как бы загадочно. Торторо – это в Чили голубка, которая очень быстро крутит головой. То есть это маленькие телескопы, которые могут, умеют быстро настраиваться. А «мини-мега» означает следующее. У нас эта система телескопическая состоит из девяти не очень больших телескопов. Но благодаря компьютерам мы можем изображение, то есть они могут одновременно наблюдать либо за всем небом, либо переходить в одну точку и складываться в компьютеры наблюдения от всех телескопов. Многоканальный мониторинговый телескоп является роботизированной системой, при этом предусмотрено ручное управление в удаленном режиме. Представьте себе, что университет будет получать всю информацию и осуществлять наблюдения по самым современным последним данным. Все, что связано с космической астрономией. Данный телескоп гораздо дешевле своих аналогов. Он обнаруживает астрофизические явления и объекты, для которых невозможно заранее предсказывать время и место их появления, а также которые длятся не более нескольких минут, а то и секунд. Многоканальный мониторинговый телескоп – это не единственный телескоп, который разработал Казанский федеральный университет. В Анталии находится российско-турецкий телескоп РТТ-150, который участвует в российско-германском проекте «Спектр-РГ» и оказывает наземную поддержку спутнику. В проекте участвуют ученые Казанско-федерального университета. Но об этом проекте более подробно узнаете в следующем выпуске. Ильвира Зорина, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!